Друзья, мы с вами на 212 вебинаре. В самом деле, 5 лет пролетело. Значит, венгерка отжелезала. 53 граммовая. Мне очень нужно знать. 55 граммовая. Два человека присылали. Одного нашел. И так как у меня вопрос будет задан именно по венгеркам, что венгерки не сохраняют свои качества, пожалуйста, отзовитесь тот, кто точно из вас двоих вырастил в скотчке. Потому что один из... привитый из моей веточки ко второй из моей косточки. Поэтому я начал именно с этой просьбы. Пожалуйста, отзовитесь. Но и... Вот она одна из загадок. Значит... не было у меня розовых венгеров. А пошла эта самая... от Чернобаева. Это новая линия. Взял... И это... Вот я очень молодец. И привил... Даже не на мазужские абрикосы. А на культурные абрикосы. Кажется, на бай. Вот получил розовое. Вот пошло новое поколение уже розовое. Здорово? Нет. Очень здорово. Вот это правильно будет. Так. Внимание. Смотрите внимательно. Этому богатство бесценно. Я бы, допустим, был бы министром сельского хозяйства. Или... Или... Например. Президентом Академии Новых тоже величина. Или... Самым главным олигархом России, который хоть чуть-чуть понимает именно с удовольствием, и имеет так где-нибудь там за носки лишний миллиард рублей, вот за этот миллиард я бы вот это выкупил бы. А мы бы потом с моими этими самыми... С моими учениками, с Меджином, с Макаровым, ну бы их просто по-братски поделили. Ещё хватило бы на бутылку коньяков этого миллиарда. Но мечтать не вредно. Смотрим внимательно. Вот. Второе. Это невиданного размера абрикос. Это уже не мой сад. Вот что интересно, да? Надувать щеки и говорить, у меня всё лучшее. Нет, ребята. Я хочу быть на третьем месте, примерно как сейчас, да? Уже по крупности плодов. Не важно, сто плодов висит на дереве, тысяча или один плод. Не важно, абсолютная личина. Это тоже показатель. Почему? Я потом объясню, что с точки зрения генетики. Потом, попозже. Вот. А пока имейте это в виду. Я уже съехал на третье место. Вот. У меня ещё есть там, кажется, сто восемнадцать грамм. Так. А меня должны обогнать. Причём это мечта моя. Обогнать десять человек, потом двадцать, потом сто, потом тысяча. А потом вся страна. И вот это и будет моё достижение. Не то, что у меня сейчас там плод сто восемнадцать грамм. Понимаете? Ну, имеется в виду на весах, а вообще-то были и крупнее, но не всегда рядом весы были. И фотоаппарат. Вот это посмотрели. А теперь смотрим. А что это счастье? Мезинов Олег. Брянск. Вот. И не приедут тебе никогда специалисты из Брянского института поучиться, выпросить. А ты ещё добрый, ещё подаришь, я знаю тебя. Вот. Каждая косточка. Ну, от тысячи и больше. Понял, да? Этот я учитель, говорит. Чуть ли не командир. Итак, повторяю. Мезинов Олег Олегович, у вас был рекордсмен, рекорд сто двенадцать, да? Смотрим дальше. Это очень важно. Дальше пошли персики. Четырёхлетнего хасанца собрал косточек три литра. Очень много плодов ушли на угощение. Да. Не годитесь его в костей бессмертия. Влинием этого, который сидел. На златом чахнул. Вместе с ними косточки, по моему подсчёту, минимум пять литров семян с дерева. Пять литров семян косточек. Итак, снова Мезинов Олег. Это переписка наша. Промыл находку абрикосов с выдающимися характеристиками, помню. И выше вам черенки. Сколько смогу, если хозяин будет дома на выходных, причём хватает листья. Кстати, от меня идёт посылка. Вот. Макарова уже. Она уже в Абакане. Скоро получу. Вот. И это будет ваша посылка обещанная, плюс Макарова. И я таким путём ставлю себя на третье место. Вы уже поняли. Вот. Теперь же вы меня должны обеспечивать материалом подсадочным. Речь идёт о черенках. Вот. Ну, а потом ещё поборимся. Так. Следующее письмо. Только автора не буду. Сейчас поймёте. Всегда, когда чуть-чуть попахивает политикой, я стараюсь. Да, был случай уже. Забанили. И я покажу ещё одну забаненную. Именно от Макарова Алексея Ивановича я покажу забаненный фильм. Почему потом поймёте. Итак, это просто без автора. Продолжаю читать книгу записки. У меня уже давно сложилось мнение, что всё намеренно делалось. Это неприкрытое вредительство. По-моему, просто жадность. Не нужно ни Западу, ни США, ни Англии, ни Израиле, ни нашей пятой колонии, чтобы Россия воскресла. Была крепкой, сильной. Нужно оболвать, обхитрить, поссорить ребрайских народа. Постепенно всё уничтожили. Медицину. Образование. Умные не нужны. Оборудование. За эти поганные деньги готовы родину продать. У кого породу благости, предки, их молитвами, благодатью, которая на них почивает, эти люди, а их огромное количество продолжает любить нашу многострадальную страну. И хотят по мере своих возможностей возродить страну. И вы, Валерий Константинович, носите свою лепту. Народ вас не забудет. И ваше имя будет писано золотыми буквами и в народной памяти, и в книгах. Подождите, всё это будет против меня. Дай Бог вам здоровья, не берите всё близко к сердцу, берегите себя, вынужден нашей Родине. Дай Бог вашими стараниями возродится в сады на Руси. Господь и Божья, Матерь любит Россию, и не оставит аж простой, честной, доверчивой, долгой, темпи, вытрудный, любивый народ. Святые Гаврилии, что Русь возродится, я верю в это. Спасибо, автор. Я знаю, кто автор, вам говорить не буду. Смотрите ещё раз. Одно единственное дерево. Таких деревьев уже по России десятки, может уже сотни. Вы представляете, сколько садов можно одномоментно? А вы знаете, что такое геометрическая прогрессия? А вы помните наш школьный знаменитый пример геометрической прогрессии? На клетках 64 клеток, шахматная доска, на одну кладётся зёрнышко, на вторую – две, на третью – четыре, потом идёт восемь, шестнадцать, или наоборот – четыре. Так, четыре. То ли восемь, то ли сразу шестнадцать. Потом окажется, что несколько эшелонов зерна на последнюю клетку надо поставить. Вы представляете, три года, четыре года, и у людей… А, Олег, Алексей, вот такое чудо. Три-четыре года. У нас получается шанс только один. Брянский институт не приедет к Мезвенному, который рядом. Даже не найдетесь. Никто не приедет с Москвы, ни к Тимирязевке, тем более не приедет в Омниевский край, ну, в Подмосковье. А помните, как Макаров, а помните, я про башки рассказывал. Точно такое же дерево, точно такое же урожайшее. Такие же неукрованные песни. Да, это же все три года, шесть, девять, двенадцать, пятнадцать лет, вся страна покроется. Чего не хватает? А, ребят, тут же они от меня зависят. Вот они. Где вам столько на пасусь? Я уже по три штучки высылаю. Меня говорят, ну, хоть пять положите. Кто-то схитрил. А мне на нас это, две семьи. Тогда я кладу не три, а шесть. Кто хитрил? Вы посмотрите, что делается. И все это, на большую часть России, укрывать не надо, вообще не надо, не подходить к ним. На прошлом же я вам показывал, на прошлом занятии. Вот так вот. Все, сами справляться будем, деваться некуда. И дело еще в том, что все эти деревья, которые я разглядел, у одного, у Макарова персик, у этого персики, то есть у Макарова персики, у персики, у этого самого Мезинного, ой, господи, а как же зовут того, кто в Башкирии там. То я ей позорился, а найти сейчас не смогу. И вот получается, что они к ним не подходили. Это главное качество нашей технологии. Уже, говорю, не мои, наши, это вот, наши технологии. Не подходите ради Бога. Все, что нужно. Мелкие. 50 грамм, это, у некоторых 100, а у некоторых 200 уже. А почему? Будем говорить ниже. Смотрим дальше. Вот. Еще раз полюбовались. Мы это проходили, про три братских народа. Вот. У меня кровь. Двух братских народов, еще польская, и еще немецкая. Боже ты мой. КОНЕЦ. Боже ты мой.